Ассалям алейкум дорогие друзья в Аппаратное Тон ТВ с вами я злой Киргиз Александр Ронкин и со мной сегодня на связи один из самых известных русскоязычных журналистов Израиля до недавнего прошлого главный редактор государственного радиовещания Израиля на русском языке Михаил Гильбо. Но прежде чем дать ему слово я хотел бы обратиться к нашим уважаемым и любимым интернет телезрителям Друзья, ИТОН ТВ не занимает ничью сторону ИТОН ТВ израильское телевидение на русском языке Не российское, не украинское и не какое-нибудь другое ИТОН ТВ не подчиняется ни одному правительству Ни американскому, ни российскому, ни израильскому ИТОН ТВ не обслуживает ни одного олигарха И поэтому, когда вы предъявляете к нам претензии, что ИТОН ТВ встала на ту или иную сторону Эти претензии, уверяю вас, совершенно не имеют под собой никакого основания Безусловно, каждый выступающий у нас журналист, которого мы приглашаем к нам в студию, может иметь свою собственную точку зрения Каждый эксперт имеет свою собственную точку зрения Например, многие принимают оценки нашего знаменитого эксперта Якова Кедми за то, что Яков хочет того, чтобы получилось так или иначе Ничего подобного Яков уже многократно объяснял, что то, что он предполагает некое развитие событий, вовсе не значит, что он этого хочет Он просто взвешивает ситуацию и делает определенные выводы Дело в том, что для Израиля проблема Юго-Востока Украины, она тоже не чужая В Израиле проживает довольно большое количество палестинских арабов И есть места их компактного проживания, например, так называемый знаменитый арабский треугольник В котором те процессы, которые идут на Юго-Востоке Украины в последнее время В нашей стране идут уже на протяжении порядка 60 лет Я хочу спросить у Михаила Гривова, который живет в Израиле уже почти 50 лет Как Израиль поступал в ситуации, когда события в арабском треугольнике начинали развиваться по украинскому юго-восточному сценарию? Ты же очень давно живешь в Израиле, да? С какого года? В 69-го Ты наблюдаешь, что эту картину, она вся прошла перед тобой Взаимоотношения израильтян с арабскими согражданами Евреев-израильтян с арабскими согражданами Сколько раз за это время желание арабских наших сограждан, граждан Израиля именно Отделиться доходило до критической точки Ну нет, ну я думаю, что пока этой критической точки не было И до нее, мне кажется, еще далеко Тем не менее, проявление, или будем говорить так Проявлялись уже желания и стремления к какому-то сепаратизму Сначала шла речь о какой-то культурной автономии Учитывая тот факт, что израильские арабы, во-первых, предпочитают, чтобы обучение шло на арабском языке в арабских школах Не ходят в смешанные школы или в еврейские школы Хотя в последние годы наблюдается и такая тенденция Тем не менее, чем ближе к сегодняшнему дню, тем сильнее настроение, цель которых какая-то автономия Уже не культурная только, а в какой-то мере даже, будем говорить, национально-политической государственности там пока еще нет И я думаю, что они все прекрасно понимают, что государством отдельного не стать никогда не смогут Но начиная, так сказать, с требований о культурной автономии Они переходят дальше к каким-то своим политическим целям И уже звучали пожелания о предоставлении, так сказать, больших политических свобод Обособленных только для арабов В связи с их особым положением в государстве Израиля Учитывая тот факт, что арабы ведь не служат в израильской арабе То есть мусульмане, арабы не служат в израильской армии Служат там друзы, черкесы, бедуины Но израильские арабы в большинстве случаев не служат в израильской армии Я представлю себе ситуацию, когда найдутся такие лидеры у арабов в местах их компактного проживания Типа там арабский треугольник по мульфахам или что-то подобное Которые скажут, что, ребят, вот посмотрите, как юго-восток Украины Вот они захватили учреждения, они поставили блокпосты Они не пускают туда западноукраинцев или киевскую власть Возможно у нас такое, что поставят они блокпосты И скажут, это наша автономия Вот такое радикальное развитие собой Невозможно, я тебе хочу сказать Я тебе напомню печальный случай из истории Израиля Когда, ты знаешь, каждый год отмечают израильские арабы день земли Вот в этот день земли, много лет назад погибли 13 арабов Которые принимали участие в беспорядках, направленных против еврейского населения Это произошло в Умельфагаме это было, в Нацероте, в разных местах Я, ты знаешь, надеюсь, что такого дня не будет Потому что если евреи, израильские власти не ответят неадекватно на подобного рода выступления То тогда не будет еврейского государства, не будет Израиль как такового А это значит, что подобного рода попытки должны будут пресекаться, если они будут иметь место Самым жесточайшим образом Ну что жесточайшим? То есть пулеметом, что мы начнем с ними? Если придется, то, наверное, и да Извини меня Если к тебе приходит кто-то и говорит тебе Слушай, дорогой, отдай вместе со стулами свою башку То у тебя другого выхода нет То есть мы на прием Или ты собираешься играть демократию до последнего И тебя будут хоронить с красной ленточки в гробу? Ну хорошо, но мы же не можем Не знаю, взять закатать там Все арабские деревни, которые потребуют полной независимости Мы же их не можем в асфальт закатать, правда? Не надо закатывать в асфальт Есть совершенно другие методы Без применения грубочайшей силы Ну извини меня Хотя бы кое-какие санкции Извини меня Ты знаешь, Соединенным Штатам и Европе сегодня не нравится поведение Путина Поведение России в отношении всего того, что происходит между Россией и Украиной И что? Да И Соединенные Штаты, и Европа теоретически могут применить силу Тем не менее, они этого не делают Россия огромная страна с огромными ресурсами Долго мы протянем, если нам бойкот объявит Кто? Ну кто, Америка, Запад, Европа Я тебе задам вопрос, отвечу тебе вопросом на вопрос Ты историю с Ираном помнишь? Ну конечно Ну и против Ирана были применены санкции супер жестокие Никто не позволит применение таких санкций против Израиля Тем не менее, что, в конце концов, чем закончилась вся эта история? Победил Иран Окей, давайте теоретически представим себе Вот, условно говоря, Ум-Эль-Фахан, да? Большой арабский город, куда практически не ступает нога израильтянин Там, кроме полиции Иногда это, да? Вот они завтра объявляют, что это наша земля Здесь полностью наша власть Выставляют блокпосты, непонятно Нет проблем, пусть выставляют блокпосты Ты же знаешь, что существует очень хороший план гиберман Об обмене территориями И граница Израиля будет передвинута в сторону еврейских поселений С другой стороны шоссе, которое проходит рядом с Ум-Эль-Фаум Ум-Эль-Фаум, хотите быть автономией? Будьте автономией, живите сами по себе Хотите стать частью палестинской автономии? Пожалуйста Но они же не хотят Они же хотят быть израильскими гражданами Жить за наш счет Получать пособия из Битуах-Леуми, Института национального страхования Но как бы качать права Извините, ребята, так же не получается А у нас выхода нет У нас, у евреев У нас есть клочок земли Это единственное государство Которое является убежищем для еврейского народа Единственное государство еврейского народа И все, за него мы должны держаться Зубами, кровью, потом, головой Чем ты только не хочешь В противном случае Даже ценой сотен или тысяч арабских жертв Ну вот если граждан Граждан израиля, которые захотят всего нашего самоопределения Нет, опять же, если они хотят самоопределения в своем селе, со своим селом Пусть там и остаются Нет проблемы Нет проблемы Граница наша будет отодвинута От них они будут там, я не знаю Сами по себе или частью палестинского образования И будут жить в соответствии с этим Вот и все Окей, спасибо большое